Уже в следующем году ставка по ипотеке может снизиться до 9%. Строители оценили, как это скажется на рынке недвижимости. В Перми окончательно выбрали место для технопарка. В администрации рассказали, когда в помещение переедут первые резиденты. В Перми подешевела коммерческая недвижимость. Хуже всего ситуация сложилась в производственно-складском сегменте. Подробнее в программе новости на РБК Перм. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Стоимость ипотечных кредитов может опуститься до 9% годовых уже в следующем году. С такой инициативой в Госдуму обратилось агентство по ипотечному жилищному кредитованию. Сегодня средневзвешенная процентная ставка при Каме составляет 12,5%. За первое полугодие 2016-го жители Пермского края взяли 9 тысяч жилищных кредитов. На сумму более 12 миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем по итогам двух кварталов 2015-го. Пермские эксперты уверены, новая инициатива к кардинальным переменам на рынке не приведет. Ранее Минэкономразвитие края сообщало о разработке своей региональной программы развития ипотечного кредитования. Отмечалось, что на компенсацию банкам части процентов по займам при Каме готовы тратить с краевого бюджета ежегодно 450 миллионов рублей. Пермский технопарк появится в здании трамвайного депо в микрорайоне «Разгуля». Эту информацию нашему телеканалу подтвердили в администрации города. В ближайшее время помещение около 900 квадратных метров будет передано Центру развития предпринимательства. Заезд резидентов в здании планируется на конец года. Это будут субъекты малого и среднего бизнеса, реализующие проекты в сфере высоких технологий. Помещения предпринимателям будут предоставляться по льготной цене. В июле в Перми подешевела коммерческая недвижимость. Это результаты аналитического исследования рынка. Его провели специалисты агентства «Медиана». Больше всего рынок просел в сегменте производственно-складской недвижимости. Спад более чем на 4%. Стоимость квадратного метра снизилась до 200 рублей в месяц. Цены на торговую и офисную снизились чуть меньше, на полпроцента. В целом объем предложения за июль сократился почти на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты отмечают, что это сезонный спад. В летний период сделок всегда меньше. В том числе в популярном сегменте стрит-ритейла. Вырастет и средняя стоимость арендной ставки, уверены эксперты. Стрит-ритейл востребован как среди местных, так и федеральных арендаторов. Сегодня объекты из сегмента стрит-ритейла – самые ходовые позиции на рынке коммерческой недвижимости. И несмотря на спад объема сделок, спрос на них в этом году останется высоким. Корпорация «Ависма» намерена выплатить промежуточные дивиденды. Предложение Совета директоров будет рассмотрено на внеочередном собрании акционеров в сентябре, сообщается на сайте компании. Дивиденды планируется выплатить из расчета 816 рублей на одну обыкновенную акцию корпорации. Это результаты рекордных финансовых показателей полугодия. Выручка компании составила более 36 миллиардов рублей. Чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 4 миллиарда. По словам руководства компании, этого удалось добиться благодаря инвестициям в производственные мощности и наращиванию доли продукции с высокой добавленной стоимостью. А «Ависма» – это крупнейший в мире производитель «Титана». Основные производственные площадки корпорации располагаются в Верхней Салде и в Березниках. Пермский край вошел в десятку российских городов по числу проинвестированных стартапов. Эти данные приводит фонд развития интернет-инициатив. В числовом выражении успехи пермяков выглядят не столь впечатляющие. Деньги инвесторов в общей сложности 5 миллионов рублей получили всего три проекта. Но эксперт уверен, в регионы с каждым годом будет уходить больше вложений, чем в столицу. База для этого создается. В Перми консультации по развитию получили порядка 100 новых проектов. По словам специалистов, фонда «Экономический спад» положительно сказался на венчурной отрасли. Количество россиян, решивших заниматься собственным бизнесом, в том числе и в сфере интернет-технологий, выросло. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова